Всех приветствую на канале Outlookalive. Сегодня прекрасное утро, 24 мая. Наступил последний день школы. Правда, это не конец, это всего лишь маленькая передышка. У нас каникулы неделя, и потом мы дальше учимся до конца июля. Да, к сожалению, английская система иногда дает сбои, в моем понимании. Я бы гуляла три месяца. Мы постарались завершить на этой неделе все занятия дополнительные, и сегодня мне надо собраться и отправить Леопольда в зоогостиницу, и мы с Лукой летим на неделю в Испанию. Я очень надеюсь, погода в Испании неплохая, хотя муж говорит, что там штормило и были сильные дожди и грозы, но хотелось бы провести время по-летнему. Мы с Леопольдом приехали в зоогостиницу. Сейчас я его прогуляю немножко. Вот когда такая погода стоит, честно говоря, даже уезжать никуда не хочется. Посмотрите, небо голубое, птички поют, солнышко светит. Ну, красота, красота. Ну, отправила Леопольда, и я поеду в Освояси. Еще куча дел. Надо собираться, убираться и так далее. Всегда перед отъездом мне почему-то хочется объять необъятное. Это не то, что генеральная уборка, но я всегда меняю постели, потому что, когда приезжаешь с отпуска, и ты ложишься в какую-то мятую, грязную постель, не очень приятно. Поэтому я всегда стараюсь поменять белье. Здесь у меня, конечно, уже не хватает сил на разборки. А посмотрите, что у нас за окном. У нас практически весь розарий зацвел. Запах просто какой-то божественный стоит. Не очень тепло у нас. Погода все никак не может к лету склониться. Но, по крайней мере, дождя нет. Вот. Убираться так убираться. Мой халат превращается в груду таких классных тряпочек. Здесь даже тряпочка такая есть, смотрите, из кармана я сделала. Вот. Не то, что я просто взяла свой старый халат, порезала. К этому времени мой халат уже прилично порвался, он трещал по швам, и я решила дать ему вторую жизнь. Кто делает так же? Напишите мне, пожалуйста. Мы с Лукой уже в аэропорту. Когда пытаешься объять необъятное, лучше это не делать. Я хотела сделать такую шикарную уборку, но самое главное, когда мы уже сели в машину, я вспомнила, что я не сделала основную вещь. Мусор. Оставила мусор в ведре. Вот в течение недели это все будет тухнуть и пахнуть. Ну что делать? Возвращаться я не стала. Ладно. Неприятности эту мы переживем. Я не удержалась, купила новые очки Кристиан Диор. Каждый раз поражаюсь, сколько вот этот кусок пластика может стоить. Все дороже и дороже. Ну, Господи, ну что тут? Мне кажется, что я нашу примерно одну и ту же форму. Ну, варьирую. Либо круглые, большие, либо вот классическую. Я бы сказала, что эти очки классические. Лицо у меня узкое, но я думаю, что это оптимальная форма для меня. Я померила разные варианты, но не люблю экспериментировать со своей внешностью. Буду ходить, как привыкла. Чего ты там в дорогу прикупил? Покажи. Часы и что еще? Донаты. Донаты. Какие донаты? Сколько там их? Четыре? КОНЕЦ Половина 9 вечера, тепло, светло в Барселоне. Я бы не сказала, что очень тепло, но сносно. В общем-то, мы сейчас стоим на паспортный контроль и едем в город. Боже, я сказала, нас встречать не надо, потому что пока мы прилетим, пока мы выйдем, пока он нас встретит, пока мы доедем до дома, это будет около 11 часов, а мы голодные и холодные. Я им предложила альтернативу, что мы встретимся в городе, имеется в Барселоне. Да, отобедуем и дальше поедем в Освояси. Поэтому мы едем в Барселону, да? Такси в аэропорту много, так что мы едем в город. Так, ну вот рядом с этим рестораном у нас был офис. Офиса сейчас больше нет. Эта эпопея закончилась. Брексит и ковид, они сделали свое дело. Брексит повлиял на количество англичан, которые находятся в Барселоне, плюс фунт очень сильно упал. А ковид сделал свое дело и все перешли на работу из дома. Очень долго муж держался за этот офис, но слава богу, что все, с этим мы покончили. Вот, кто нас тут ждет. Амон. Тима хороший котик. Тима хороший котик, котик, котик. Ну что, мы ползем обратно домой. Все, вечер удался. Мы едем в Пироладу. Кто нас здесь ждет? Мой хороший котик. Мой хороший котик дождался. Дождался. Иди сюда, иди сюда быстрее. Быстрее. Вот так, да. 25 мая, суббота. Привет, Испания. Но мы сегодня в Испании не задержимся надолго. Пообедаем и поедем во Францию. У нас очередная игра команды Catalan Dragons. С нами едут мои друзья. Мы едем большой компанией, 7 человек, в Пепеньон. Время к обеду, но мы только-только раскачались. Хотя муж такой бодрячок. Он сегодня с собаками погулял и машину помыл. Но мы с Лукой в тумане, потому что вчера вернулись. Здесь пол первого ночи, пока легли. В час, час тридцать. В общем-то, сегодня у нас все было очень медленно. Мы пробуем сегодня новый ресторанчик. Он находится в соседней деревне. Хозяева ресторана итальянцы. Ни разу не были в этом ресторане. Но судя по тому, что мы увидели, должно быть очень вкусно. Смотрите, как у нас Лука оделся сегодня красиво. Самый настоящий болельщик команды Catalan Dragons. Лукаш, что это такое? Моцарелла стик. Моцарелла стик. Моцарелла стик. Моцарелла стик. Моцарелла стик. Моцарелла стика. Ппервых, дирильня это Delta. мая, завтракаю. Ну как завтракаю? Завтракаю уже ближе к обеду. Вчера мы очень хорошо погуляли, сходили на регби. Было очень классно. С нами на регби вчера ездили друзья, им очень понравилось, это была их первая игра. И честно говоря, сколько вот мы бываем на регби, но французы умеют делать так, что каждая игра запоминается. В конце вечера был мини-спектакль, я сейчас покажу маленький кусочек. Это конечно было просто великолепно. КОНЕЦ Кто смотрит мои влоги достаточно регулярно, понимают, что последние разы, когда я приезжала сюда, я все время жаловалась на наш бассейн. Все время говорила, туда можно не смотреть, но сейчас, но сейчас туда можно и нужно смотреть. Я правда еще не пробовала в нем купаться. Я не скажу, что он прям очень-очень чистый, но по крайней мере из того, что было, это просто картинка. Я так думаю, что муж очень гордится собой, он это сделал. Не сам конечно, но тем не менее. Бассейн наверно по течении года был просто в неприглядном состоянии, то есть он был нечищен, воды в нем не было и в принципе сейчас уровень небольшой. Но это уже все ерунда, потому что сам бассейн чистый и все замечательно. Сейчас шикарная лазурная вода в бассейне и прекрасная трава. Несмотря на то, что отключен полив, но в Испании было очень дождливо. Весь май шли дожди и газон просто замечательный, без включенного полива. Я, как из сказки, мороз свои воды дозором обходит владения свои. У нас шикарный урожай орехов. Это фундук. Орехов будет много. Надеюсь, орехи вызреют до конца лета. Пойдем дальше смотреть, что у нас растет в саду. Мы сейчас идем в основной как бы садик. Смотрите, вот конец мая, по идее, у нас не включен полив и такого быть не должно. В этом году очень много дождей. Муж сказал, что практически весь май были дожди. Я уже рассказывала, что нам как-то очень странно обкромсали деревья. Я так понимаю, что гранатов в этом году мы не увидим. Также мы не увидим черешни в этом году. Ее совсем чуть-чуть. Прям совсем немного. И она какая-то такая зеленая, некрасивая. И она, несмотря на то, что она зеленая, она трескается. Я так думаю, что начало весны было не совсем благотворное. Но если вы помните мой предыдущий влог из Испании, у нас апельсины будут по второму кругу. Тоже непонятно, что происходит. Некоторые апельсины взрываются наверху. Вот посмотрите, вот этот, например. И некоторые уже висят созревшие оранжевые, но они размером с орех. Апельсины, которые вызревают и апельсины, которые завязались. Я такого не помню, что были зеленые апельсины огромные на дереве и были новые завязи. Также в этом году много лимонных плодов. Вот посмотрите, они вообще висят по три, по четыре лимончика. Маленькое дерево лимонное, но оно все усыпано лимонами. Мои красивые розы оля шиповник отцвели. Осталась только одна красивая розочка. Это на день рождения Аму. Остальной куст уже все. Яблонька. На яблоньке, кстати говоря, какие-то паразиты завелись. Это я вижу. Листики скрученные, цветочки какие-то покоцанные и завязи непонятно какие. Надо яблоньку обрабатывать. Какая-то плодожорка на нее напала. Все практически скручено. А здесь у меня красная черешня. Но тоже черешни мало, практически ее нет. Вот я вижу ягодки. Отрываем. Невкусная. Какая-то водянистая. Сладости нет. В прошлом году была шикарная черешня, а в этом году прям вообще никакая. Даже вот эту невкусную водянистую черешню, ее смотрите, уже все птицы обклевывают. Подытожим. В этом году не будет ни яблок, ни черешни. Будут только цитрусовые. Ама, ты что там разыскиваешь? А? Ты что там разыскиваешь? Нету ни яблок, ни черешни. Все. Закончилось наше лето. Сегодня вторник, 28 мая. Погода пока прекрасная. Мы хотим пообедать и поехать на море. К сожалению, несколько дней погода стоит такая, что с утра солнышко и тепло, и хорошо. А во второй половине дня, когда мы собираемся на море, чтобы немножко погреться и позагорать, набегают тучки. Сегодня, я надеюсь, мы попадем на море и сможем попробовать водичку. А на этом я с вами прощаюсь. Как всегда, жду ваших комментариев и лайков. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok